Дорогие братья и сестры, по случаю прихода весны, хотел бы поделиться с вами несколькими мыслями, как пожелания для всех нас. Самый великий дар, данный нам Господом, это дар жизни. Но для того, чтобы мы имели настоящую, счастливую жизнь, Бог послал в мир Господа Иисуса Христа. Мы говорим о том, что Бог Создатель, Который сотворил нас, Он трудился ради нас, посылая Своего Сына Иисуса Христа. Апостол Павел, посланник Евсянам во второй главе, говорит «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления». Мы рождены в грехе и были детьми противления, но дальше сказано «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Жизнь – это дар Божий, и мы призваны к тому, чтобы прожить ее прекрасно. Бог продолжает трудиться для нас через Господа Иисуса Христа. Более того, Бог трудится через нас, чтобы мы уподобились Господу Иисусу Христу, Его характеру. И дальше апостол Павел продолжает в этой же главе, 10 стихом. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». «Мы были созданы Господом, и Он трудится в нас через Слово. Слово Его живо и действенно, оно имеет силу изменять нас. Это то Слово, которое открыто нам через Священное Писание. И если мы читаем Слово Божие, подчиняемся Ему, совершая волю Божию, тогда наша жизнь наполняется радостью». Более того, Бог использует и другие инструменты, чтобы совершать Свой труд в нас. Он использует и молитву. Ефесянам, 3 главе, 20-21 стихом сказано. «А к тому, кто действующего нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Еще раз апостол Павел акцентирует наше внимание на том, что делает Господь в нашей жизни. Господь трудится для нас. Он трудится в нас через Слово Божие, молитву, испытания. А также Господь трудится и через нас. Именно поэтому апостол Павел удостоверяет нас. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Добрые дела не приносят нам спасения, но через добрые дела мы прославляем нашего Господа, который умер за нас, но ожил и теперь обитает в нас. Дорогие братья и сестры! Особо хочу обратиться ко всем женщинам в нашей стране. Позвольте пожелать вам счастливой жизни. Пусть эта весна наполнит вас радостью и откроет у вас источник надежды и силы. И особенно желаем, чтобы Господь благословил вас крепким здоровьем и досопровождает Он вас в каждое мгновение вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok